С нами на связи корреспондент Анастасия Волкова с места событий. Анастасия, добрый день. Слушаем внимательно подробности последние. Ну, как вы правильно уже сказали, в 10 утра прозвучало 8 мощных взрывов в центре Харькова. Они были по разной по удаленности. Были прилеты и по зоне отдыха харьковчан, и по жилым массивам. Сзади меня вы можете видеть 5-этажный жилой дом, где сегодня люди пострадали. Можете видеть воронку от обстрела осколками, которые разлетелись в радиус 50 метров отсюда. Постекло двоих людей насмерть. Просто один мужчина не дошел до аптеки, буквально один метр, и его убило. Второй мужчина не дошел просто до машины, и также его убило. Известно на данный момент о четырех погибших, более семи раненых. Количество уточняется, потому что люди обращаются в больницы. Известно о том, что пострадало 80-ка жилых строений и административных зданий. Известно о том, что были прилеты по зонам отдыха. Это несколько зон отдыха в Харькове. Нам удалось пообщаться с людьми, которые проживают в этом доме, в ДФС, соседку в многоэтажке. В этом доме одну женщину просто не смогла выбраться, сама без спасателя, потому что взрывной волной просто придавила, вжала дверь в подъезд, и ее спасатели вызволяли, освобождали из подъезда. В соседнем доме в многоэтажке у мужчины был прилет в дом, и мужчина просто-таки затопила, потому что была разорвана система отопления. Мы побывали в его квартире, там большущий потоп. Мужчина просто чудом не услышал этих взрывов, потому что отправился на работу. Отъехал на машине буквально 5 метров от дома, когда случился прилет. Сегодня он устраняет последствия взрыва, вытирает тряпка, везде он собирает воду по своей квартире, ждет, пока коммунальщики это все ликвидируют. Сзади меня вы можете видеть, как коммунальщики справляются со следствиями, все убирают. Мы уже видели, как трупы увезли, как кровь на тех местах замыли, затерли. Все это пытаются ликвидировать. Люди и сами пытаются ликвидировать результаты обстрела в своих жилых помещениях. Они все это собирают, ликвидируют. И по всему городу мы сегодня видели, как работают коммунальщики. Очень оперативно хочу сказать, что харьковчане как можно скорее пытаются справиться с последствиями обстрела. Ну и я также знаю о том, что буквально полчаса назад также изучали в Харькове взрывы. Мы сейчас стоим за ситуацией, пытаемся понять, где эти взрывы были и что в результате этого произошло. Будем держать вас в курсе и сообщать дальше о том, что происходит в Харькове.